В Одинцово кипит работа на приемы члены группы по формированию общественных палат Подмосковья Марина Юденич, Егор Кончаловский и Андрей Губанов. Пункт приема документов в спортивно-зрелищном комплексе один из четырех в Одинцовском районе. Он открыт с двух часов. Примерно с этого времени подмосковные активисты приступили к работе и знакомству с кандидатами. А чем в палате собирать заниматься? Дальше также помогать, то есть работать по вращениям гражданам, решать их по мере возникания вопросов. И, соответственно, принимать все участие во всевозможных мероприятиях. Андрей Ферага, житель Старого Городка, является консультантом-экспертом общественной палаты Одинцовского района. Свои силы он решил испытать и в новом созыве, и в новом статусе. Говорит, общественная работа – дело душеполезное, ведь помогать людям – это важно и нужно. Так как у нас район не маленький, Одинцовский район, я сам живу в поселении Никольского поселения, это старый городок. И на самом деле хотелось бы больше, наверное, вложить туда, привлечь не то, что внимание, а именно в данный момент занимаемся, помогаем инвалидам, детям-инвалидам, да, вот и людей с ограниченными возможностями. Хотел бы что-то вот на именно платформе сельского поселения Никольска сделать что-то общее. Допустим, вот такой вопрос уже поднимался пару лет назад, но хотелось бы к нему вернуться – это создать, построить площадку спортивную для людей с ограниченными возможностями, для детей, для взрослых. Прием документов в общественную палату третьего созыва ведется уже больше недели. В Одинцово открыты два пункта – в спортивно-зрелищном комплексе и Доме культуры «Солнечный». Пока жители проявляют среднюю активность, зачастую приходят, чтобы узнать, какие документы необходимы. Для того, чтобы пойти, подать документы и стать кандидатом в члены общественной палаты, нужно три документа. Первое – это заявление, второе – это анкета и справка из МФЦ, надо заказать справку, пойти в МФЦ, она бесплатно дается. Справка о том, что у человека отсутствует судимость. Справка делается достаточно долго, поэтому для подачи документов достаточно принести копию корешка о том, что данный документ в МФЦ заказан. Также необходимо предоставить рекомендацию от одного или двух лидеров общественного мнения муниципалитета. Весь набор документов у нас представлен на стенде, а вот представлено также на сайте, на нашем волейбольном комплексе расположено, и также существует сайт общественной палаты, где можно найти весь пакет документов. Как только пакет документов сформирован, кандидат готовится к следующему этапу – обсуждения. Здесь важно все – и стремление, и желание, и наличие времени на общественную работу. Прийти может любой житель Московской области, небезразличный, который настроен на то, чтобы действительно работать. Нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по полу, ни по национальности, ни по социальному принадлежности. Единственное условие – это желание и возможность работать. Будь то сфера здравоохранения, будь то сфера молодежи, которая феноменально важна, или инвалиды, вернее, люди с ограниченными возможностями, или ветераны, или, я не знаю, экология. Это огромное количество проблем, и каждый человек находит для себя вот эту область, которая его интересует, и в которой он хотел бы принять участие в улучшениях в этой области. Члены рабочей группы продолжают инспекцию. Следующее знакомство – с жителями поселка Горки-2. Здесь пункт приема документов расположен в Доме молодежи. Именно им, активным, способным и продвинутым, наряду с представителями старшего поколения, предстоит бороться за право стать членом общественной палаты Одинцовского района. В этом году процедура избрания усложнилась. На смену интернет-ретингованию пришло голосование с избирательными участками и предварительной агитацией за кандидатов. Итоги перезагрузки будут известны в июне 2017 года. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.